здравствуйте друзья у нас такой вопрос симпатичный спрашивает хранят ли американцы деньги на депозитных щитах и под какой процент нежели хранят давайте мы так расскажем есть два основных вида таких щитов один называется чекинг то есть это счет с которого выписывают чеки обычно чекинг аккаунт не дает никакого интереса вообще хотя есть какие-то банки там где-то там даже когда деньги лежат на чекинге все равно там какой-то интересик есть но какой-то там смехотворный в основном если вы хотите положить вот так значит есть сэвинг аккаунт обычно сэвинг аккаунты не разрешают писать чеки но вы можете в любую секунду значит зайти там свой счет ну через интернет заходите в банк и переводите денежки с одного счета на другой тогда можете писать чеки на сэвинг аккаунте обычно дают некий процент сейчас он ну может им можно пренебречь то есть он есть какой-то но там может быть пол процента годовых там не знаю 0 304 что-то очень смехотворное я помню времена когда это доходило может быть там приближалась к двум процентам к полутора к двум процентам но это должна какая-то беда в стране быть чтобы вот такое происходило значит дальше есть так называемые сиди сертифайд депозит сертифайд депозит это такой счет на который вы значит кладете деньги на определенный срок ну допустим это может быть две недели а это может быть до я боюсь соврать до трех лет по максимум вот значит вы можете положить и вы как бы обязуетесь эти деньги не трогать тем самым вы даете возможность банку их одалживать кому-то на более такой долгосрочной основе соответственно чем больше ваши обязательства так сказать по хранению денег тем больше там будет интерес и конечно там там гораздо выше чем на сэвинге но опять сейчас такой низкий в целом банковский интерес вот прямо сегодня это какой интерес ну ну можно пойти там и посмотреть каждый день там что-то меняется и это все там если вы по гуглам даби элементарно можете пользоваться вы сразу увидите вот вы можете пойти на какой-нибудь там yahoo finance или там google finance и там это прямо на первой страничке все эти данные в общие сводки они публикуются но но маленькие маленькие что что сделать вот есть еще такая штука называется мани маркет мани маркет это как бы такие но это как бы инвестиционный аккаунт вы даете деньги это можно прямо в банке где у вас счет у них есть ну скажем вот в элсфарго банк где у нас в основном все наши операции проходят у них есть вот свой мани маркет и этот мани маркет значит что банк покупает на ваши деньги какие-то гарантированные securities такие значит инвестиционные инструменты которые допустим гарантированы чем но вот это городские облигации облигации штата такого плана и там повыше интерес но поскольку это рыночное все то этот мани маркет он как бы немножко гуляет ну вот можно например вот так но еще раз в таком рынке как сегодня денежном рынке это все ниже чем например уровень инфляции вот как вы не положите сейчас деньги на гарантированные инвестиции это будет ниже уровня инфляции инфляция за те двадцать с лишним лет что мы тут были колебалась от по ум один даже год или два года была дефляция то есть деньги даже немножко дорожали но это вот разочек так было и в основном так где-то держалась там на трех процентах то может быть четырех я даже не слежу особо поскольку это совершенно никак не влияет на нашу жизнь вот но в практическом плане то есть если бы мы занимались там каким-то перекладыванием денег наверное бы мышь как-то с большим интересом относились но так как то есть какая то есть вот поэтому не небольшая сейчас инфляция поскольку экономикой там не не бумирует то соответственно инфляция небольшая когда экономика начинает стремительно уходить вверх тогда начинается инфляция более такая существенно вот так что есть такие инструменты но если вы думаете что вы приедете у вас будет некий голос есть миллион долларов что можно сделать с миллионом дом ничего нельзя делать если ты хочешь жить на них нет ничего нельзя потому что если ты положишь под гарантированные какие-то инвестиции и даже если у тебя будет там полтора процента ну и что ты там на 15 тысяч в год сможешь то мало того твой принципов твой основной капитал будет при этом убывать относительно с учетом инфляции да у тебя еще и снижаться будет поэтому ничего хорошего ты вот на гарантированном сегодня не сделаешь вот есть инструменты я я не хочу глубоко вот этому ползать есть есть много чего на финансовых рынках вот но это как бы отдельный совершенно разговор вот а так вот на уровне того что банки продают ну вот я вам рассказал счастлива